Молодежное пространство «Ресурс» в станице Гастагаевской – одна из главных точек притяжения жителей сельского округа. Сегодня на базе современного соцобъекта состоялся прием граждан, который провел прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. В числе приоритетных вопросов родственников военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Например, мать двух сыновей, принимающих участие в специальной военной операции, обратилась по поводу выделения детям земельных участков. Позанимаемся, понимаем процедуру, понимаем историю. Единственное, только будет еще раз, это не индивидуальные жилищные, это будет подседоводство. Ну вот в рамках ДНТ и СНТ. Значительная часть вопросов касались ремонта дорог. С ведомством будет обсуждаться капремонт улицы Новороссийской. Также станичники обратили внимание на отсутствие удобного съезда к новому кладбищу. В этом направлении будут проведены переговоры с региональным Минтранспортом, а также рассмотрена возможность создания параллельной дороги. Будем помогать. Если что-то не получается, Сергей Михайлович скажете, он мне, и еще раз вернемся к этому вопросу. Одна из самых волнующих тем – водоснабжение. В этот летний сезон из-за аномальной жары в станице ввели временный график ограничений в подаче воды. К решению проблемы уже приступили. Инвест-программа водоканала предусматривает создание новой скважины в восточной части станицы, которая устранит дефицит воды. Мы приступили к формированию двух земельных участков, провели на них геодезию, геологию. Понимаем, что там есть вода, это подрусловы и источники. Уже обратились в администрацию для формирования муниципального земельного участка, передачи нам в аренду и готовы будем приступить в течение года к строительству новой скважины в буренье. Кроме этого, проработают вопрос, чтобы в будущем установить новый резервуар на 5000 кубометров воды. На приеме также прозвучали темы земельно-правовых и имущественных отношений, благоустройства, ремонта мостов. В общей сложности принято свыше 20 заявителей. Сегодня прям показательно, несколько вопросов мы с вами отработали. И самое главное, мы, руководители, это будем держать на контроле. А на контроле держать не просто в словах, а раз в неделю или раз в месяц по кругу, например, заслушаем и стремим, что сделаем. Если мы это не будем делать, у нас с вами ничего не получится. Значит, коллектив боевой ассоциации. Спасибо за организацию, проведение сегодня мероприятия, за то, что все уже в теме практически всех сложных вопросов и знают, что нужно делать. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Рабочий объезд прокурора Кубани стартовал с новой площадки детской школы искусств номер 3. Социальный объект открыл свои двери год назад. Сейчас здесь занимаются около 250 детей по музыкальному, хореографическому и изобразительному направлениям. Есть где бы заниматься, чтобы свободного времени у детей было меньше, а знаний и навыков по жизни они получали больше. Может быть, это будущие победители конкурсов международных. Спортсмены, художники. Так что таланты надо развивать. Всем спасибо за то, что внимательно относится к людям. Внимательные отношения на курорте проявляют в том числе и к спортсменам, например, к боксерам спортшколы номер 3. Школа известна своими чемпионами, своими традициями. На сегодняшний день реально одна из лучших боксерских, каких боксерских школ нашего региона. На сегодняшний день в этом зале тренируются около 200 девчонок и мальчишек. Ребята показывают высокие результаты не только на краевых и всероссийских состязаниях, но и на международных. Среди воспитанников чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчан, победитель первенства Европы Елизавета Таратынова и другие. Тренируются юные дарования под руководством мастера спорта России Марина Голубевой. Ваш тренер один из самых лучших тренеров не только страны, но я и мира скажу. Правильно? Да, тренер, который знает, как, что нужно делать, чтобы стать достойным спортсменом и достойным человеком в жизни. Я рад за вас. Молодцы. Продолжилась рабочая поездка в стенах школы номер 15, где в активной стадии идет капитальный ремонт. Кровлю начали, полным ходом идет. Фасадные работы выполняются. Третий, второй этаж, окна полностью стоят. Демонтажные работы на завершающем этапе на первом этаже немножко остались. Отопление. Третий, второй этаж на завершающем этапе уже. Опрессовка ведется. Штукатурные работы, да. Тоже два этажа практически закончили. С третьего этажа уже начали малярные работы. В рамках ремонта в учебном заведении также обновят школьный историко-краеведческий музей. Его экспозиция представляет собой большую коллекцию артефактов от Боспорского царства и основания казачьей станицы до наших дней. Пусть дети сами учат, дети собирают, дети создают музей, дети проводят экскурсию. Они учатся, знают и тогда уже будет, наверное. Ну это в памяти надолго. И на самом деле интересно. Пример для остальных. На время капремонта дети будут обучаться в школе номер 31, а также Юровке и Чикони. Подвоз уже продуман. Сесть за парты родной 15-й школы дети смогут 1 сентября 2025 года. Никита Васюхин, Михаил Григорьев. Анапа регион. Традиционную выездную встречу с гражданами сельских округов мэр курорта Василий Швец и анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров провели в станице Благовещенской. В первую очередь представители власти отвечают на вопросы семей военнослужащих. Со всеми родственниками участников СВО на связи и главы наших округов, и атаманы, и в целом активные наши общественные представители и жители. Но тем не менее, какие есть вопросы бытовые, чтобы мы могли подвникнуть вместе, подразобраться, где чем можем, чтобы все вместе могли принять активное, посильное участие в улучшении тех или иных бытовых вопросов. Родственники бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, обращались с вопросами, касающиеся денежных выплат, сбора народной помощи и ремонта дорог. Кроме этого, станичников волновало, как строительство новой Анапы повлияет на жизнь Благовещенской. Вся инфраструктура будет строиться с учетом и для улучшения, качественного улучшения обстановки не только для Благовещенской, а для всего северо-западной части нашего муниципалитета. И плюс, что самое для меня, конечно, важное – это рабочие места. Там будет еще раз до 50 тысяч новых рабочих мест, всех разных специальностей. На встрече также прозвучал вопрос о состоянии местной школы. В 2026-2027 годах по программе капремонта в учреждении планируется обновление. А пока будет проводиться текущий ремонт, в рамках которого также заменят полы в кабинете первого класса. На время работ занятия детей будут проходить в другом помещении. Помимо прочего, обсудили тему улучшения энергоснабжения и запрета выезда автомобилей на пляже. Все вопросы жителей будут на строгом контроле мэрии и прокуратуры города. Никита Ващухин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Ежегодное расширенное совещание для руководителей образовательных учреждений провели представители мэрии, Министерства образования, правоохранительных и надзорных органов. Крыльевые власти сейчас держат на контроле вопрос антитеррористической защищенности наших учреждений, пожарной безопасности в том числе. И этот год стал отличительным предыдущего года. Опять же, наш мэр Василий Александрович Швец активно помогает и работу ведет вместе с Советом о выделении денежных средств для того, чтобы все замечания, каждый раз, которые у нас появляются, мы благополучно устраняли. И, соответственно, к нам не было вопросов к нашим образовательным учреждениям. В настоящее время проведена приемка всех образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования города Куртанапа, согласно графику подготовки образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году и осенне-зимнему периоду. Все объекты получили паспорта готовности, ряд организаций продолжают работу над устранением замечаний. В преддверии нового учебного года часть школ и детских садов обновили ограждения и модернизировали систему видеонаблюдения. Хотел бы отметить положительную динамику, что при обследовании позапрошлого года, в прошлом году, то есть в этом году, да, уже налицо положительная динамика именно устранения недостатков. Начальник Анапской Росгвардии Александр Савченко сделал акцент на требованиях к антитеррористической защищенности учреждений. Руководителям предстоит усилить пропускной режим, организовать ежедневные контрольные работы камер видеонаблюдения, тревожных кнопок и сигнализации. Также специалисты МВД, МЧС и других ведомств предостерегли присутствующих от нарушений в сфере безопасности. Напомнили о правилах поведения при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. Три вещи. Позвонить 0-1, либо 112, либо 1-0-1 сотового телефона, сообщить адрес объекта, сообщить, кто звонил. Второе. Эвакуировать детей, людей и всех, кто имеется на объекте. И третье. Если не угрожает жизни и здоровью вам, приступить к тушению пожара. Особое внимание уделили необходимости качественного взаимодействия с охранными организациями, проведения инструктажей и обучения персонала в сфере безопасности. Также присутствующим напомнили о санитарно-эпидемиологических мерах профилактики. Все, кто продолжают эти мероприятия, находят средства, находят время для того, чтобы обучать детей и родителей мерам гигиены, мерам профилактики. Эффекты есть. Но и инфекции есть. Никуда эти инфекции не исчезли, они остались. Но для того существуют и вы, для того существуем мы, чтобы организовать комплекс противопедемических, когда случится, а сейчас профилактических мероприятий. Об основных требованиях организации услуги питания рассказала руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева. Она подчеркнула необходимость соблюдения условий приготовления, хранения и доставки продуктов. На особом контроле наличие медицинских книжек у персонала. Также, чтобы предупредить распространение инфекционных заболеваний, все учреждения обязаны обеспечить на входе термометрический контроль. По итогу всего, в новом учебном году двери для ребят откроют 30 образовательных организаций, за парту сядут 32,5 тысячи учеников, в том числе 3 120 первоклассников. Анна Станкевич, Михаил Попов, Анапа-Регион.